Здарова, народ! С вами, как всегда, Жек, и я не просто так стою сбоку, потому что сегодня мы пойдем смотреть вот этот вот дом. Где мы? Мы находимся с вами в Димиртаже. Димиртаж довольно удаленный район относительно Алании, который идет сразу после Махмутлара и Крыгаджака, и вот дальше уже Димиртаж. Димиртаж это, собственно, такое несколько сельское поселение, и здесь повсюду всевозможные плантации, и это вы все увидите сейчас на коптере. Что касается конкретно этой квартиры, эта квартира не такая классная, как может быть комплекс Иекта, но она огромная, там 230 квадратов, два шикарнейших балкона и стоимость всего лишь 65 тысяч евро. Я могу вам сказать, забегая вперед, что здесь вы точно таких цен не найдете. Я имею в виду не только Димиртаж, а вообще в целом Аланию, чтобы один квадратный метр стоил так же, вы можете посчитать сами. Это уму непостижимо, но для начала мы пройдемся по минусам этой квартиры. Поехали! Ну а пока мы идем, ты обязательно напиши там в комментариях, что тебе понравилось, что не понравилось. Прописывай там колокольчики, лайкосы или дизлайки. В общем-то, давай там оставляй какую-нибудь реакцию, потому что нам нужно знать, что вообще для тебя снимать. Вообще тебе интересно, такие форматы или нет? Потому что ты же знаешь, что рынок-то Алании вырос за последний год на 30%. А вот эта квартира осталась по своей прежней цене. Вот она, кстати. Пойдемте. Дом 2006 года постройки. Естественно, здесь будут отшарпанные стены, но зато есть своя собственная парковочка и, кстати говоря, даже крытая. Давайте поднимаемся наверх и посмотрим, что нас ждет. Значит, смотрите. Так как это турецкий дом, здесь люди почему-то не хотят платить Айдат. И, естественно, так как они его не платят, у них неухоженная территория. Относительно, конечно, многих комплексов, которые я уже видел, эта территория еще более-менее там приведена в порядок. Но то, что вы сейчас увидите, должно вас шокировать, потому что это совершенно точно идет в разрез с пониманием вашим непосредственно того, как должен выглядеть дом в Турции. А уж тем более бассейн и участок рядом с ним. Ну вот, пожалуйста, любуйтесь. Вот что происходит с вашей территорией дома, когда жильцы отказываются платить Айдат. Но, забегая вперед, могу вам сказать следующее, что, разговаривая с местным КБДЖ, я выяснил, что за 2500 лир он это все убирает и приводит в чистоту и порядок. И даже в течение года обещает поддерживать эту чистоту. Давайте спутимся чуть ниже. Единственная причина, почему мы не пошли туда раньше, потому что там был сильный ветер, он и сейчас будет. Поэтому крепитесь, друзья. Итак, ребята, от ветра мы никуда не уйдем, но вот эта вот площадка для общего времяпрепровождения. Естественно, так как это турецкий дом, я повторюсь еще раз, здесь не убираются. И вот это, друзья мои, в порядке вещей. Вот когда вот так вот у вас грязненько, но зато смотрите, какие виды. Шикарно ведь, нет? Шикарно, шикарно. Естественно, у вас есть место, отведенное под беседку, но здесь нет досок. И это все решается, естественно, оплатой Айдата. И вот когда Айдат жильцы не платят, к сожалению, дом вот постепенно умирает. Давайте подниматься в саму квартиру, потому что с внешней стороны дома и с его инфраструктурой, а точнее ее отсутствием, нам с вами все понятно. Итак, мы заходим с вами в подъезд. Подъезд очень похож на то, что мы видим обычно в России. Но, хотя как? Ну да, наверное, как в России подъезды. Вот такие вот они, покрашенные стены. Я вам еще раз повторяю, что это, конечно, нетипичный дом, как вы видели или привыкли видеть в Турции. Но, тем не менее, цена очень заманчивая. Ну, а выше мы будем, конечно, подниматься уже на лифте. Иначе вы подумаете, что здесь и лифта нет. Нет, он есть. Здесь в него, конечно, заходить страшно, но что не сделаешь ради подписчиков. Итак, мы с вами внутри лифта. Здесь довольно шумно. И сразу могу сказать, что я не нажал кнопочку пятый этаж, хотя именно на пятый этаж нам и надо, потому что кнопка пятый этаж отключена ввиду неоплаты айдата. Все проблемы из-за айдата. Ну вот, смотрите, мы вышли из лифта. Здесь повсюду стоит обувь. Это тоже для турецкого дома абсолютно нормально. Ну и давайте заходить уже в саму квартиру. Наши квартиры. Вот. Ребят, я уже стою в этой квартире. Понятное дело, что здесь нужно освежать ремонт. Здесь нужно кучу всего переделать. Довольно много вложить. Я думаю, в районе 5000 евро точно сюда нужно вложить в ремонт и в мебель, чтобы эта квартира, так скажем, наполнилась жизнью. Но ей можно это все простить по трем причинам. Первая – это 230 квадратов. Вторая – это 65 тысяч. И третья – это фантастически шикарнейшие панорамные виды. Ну а пока прогуляйтесь по ней без меня под классную кусочку. Продолжение следует... 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 Значит, мы сейчас разговаривали с хозяевами, и хозяева сказали следующее, что так как сейчас вы наверняка видели, обратили внимание на видео, что там нет кондиционеров, они поставят кондиционеры во все комнаты, они сделают покраску стен, они поменяют двери, и они гарантируют то, что все санузлы и все смесители будут тоже стоять новые. Вот такие вот хозяева у этой квартиры. Я думаю, что это того стоит. Если у кого-то остались какие-то вопросы или пожелания по поиску какой-либо квартиры, вы можете оставлять их там внизу в комментариях. От себя могу добавить одно, что у меня также есть свой личный YouTube канал, он называется Жека в Алане, ссылка будет внизу в описании, там я рассказываю о том, как я живу здесь, даю какие-либо лайфхаки, там практически нет квартир, но я, может, снял там два видео про самую дорогую и самую дешевую, но в целом там просто о жизни в Алане. И сейчас я могу сказать точно, что будет супер интересный контент, я буду снимать для вас интервью с теми людьми, которые переехали в Аланию, живут там, работают, и, в общем-то, все у них хорошо, и они поделятся с вами своими впечатлениями, а также своими лайфхаками, да, как они сюда переехали, что они для этого делали, сколько они на все денег потратили, и что об этом думают их родственники. А сейчас я с вами прощаюсь, всего хорошего, оставляйте свои комментарии, в общем-то, ставьте лайки, да, прописывайте там вот эти все колокольчики, и я думаю, увидимся с вами в следующих видео, пока!